Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 июня. И хотя совсем не сезон рассказывать о выращивании томатов в тоннелях, вот ранней весной, у меня больше возможностей не будет, потому что вот этих пленок старых больше не будет. Я хочу для тех, кто со мной на одной волне, кто практикует ранние посевы, ранние высадки в грунт томатов, хочу дать один совет, который меня выручал на протяжении многих-многих лет. Эти вот дверцы с замочками на тоннелях, я придумала это сама, не знаю, может быть, кто-то еще пользуется, но я расскажу, как делаю я. И я хочу, чтобы некоторым людям, возможно, это мое ноу-хау облегчило, как весеннее вот такое сложное высадку и выращивание, когда еще холодно. Показываю, почему сейчас, потому что я уже нынче говорила, что я больше выращиванием рассады на продажу не буду заниматься. И вот эти все свои старые пленки, которые на протяжении многих лет я пользовалась, я сейчас выбрасываю. Но не то, что выбрасываю, но вот внуку решили нынче площадку детскую построить. Вот дед нам качельки сварил. Тут будем, как импровизированный такой грузовичок, который везет песок будет. Там детский домик. И под все под это нам нужна вот эта пленка, потому что у нас здесь вот этот вот, кто он, асот или пырей, это вот улица напротив нашего дома. Мы вот решили ему сделать личную детскую площадку. И приходится все застилать пленкой. И вот эти пленки сейчас мы закопаем. Я больше не смогу вам показать на будущий год. Смотрите, я в этом году показывала вам, что я закрываю тоннелями, прикапываю. И впереди у меня был поребрик, который я регулярно поднимала и туда залазила. Но так было не всегда. Просто нынче у меня был один тоннель. А были годы, когда я была помоложе, ну лет 8 назад, У меня было таких уличных ранних тоннелей, 8-10 штук. И так как я всем этим занималась одна, у меня не было помощников, а нужно было каждое утро открывать с обоих сторон и закрывать, ясно, что убирать вот эти бетонные поребрики, как откидывать, чем-то, какими-то прищепками прищипывать. Представьте, 8-10 тоннелей, это очень много. Были годы, когда я выращивала по 30. тысяч рассады, и заметьте, делала все одна. И поэтому из необходимости, из такой, ну что, ну не успевала просто, чтобы облегчить себе труд, я начала шить тоннели с окошечками на замочках. Вот смотрите, вот так у меня, например, тоннель, эта дырка, вот вот это окошечко. Я утром подходила, раз замочек, но у меня одна всего рука, я не могу. Но вы понимаете принцип, раз замочек отстегнула, хоп, язык откинула, вот этот язычок. Все, сюда камешек положила, у меня проветривается тоннель. Ну конечно, я от, ну как, на всю эту, до самой земли открывала. И все равно, я, это очень легко. Я с одной стороны прошла, раз, расщелкнула, 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 пять штук. На другую сторону перешла, еще и все. На это уходило буквально 10 минут. Самое сложное, сделать вот такую прорезь и вшить замок. Сейчас я вам расскажу, как я это делала. Ну это, конечно, сейчас я уже не стала бы с этим возиться. Муж, когда смотрел, как я зимой вшивала эти замки, он говорил, это ужас. У нас вот большая комната, зал 20 метров, я все это, у меня 8 метров тоннель, это значит 10-метровая вот эта пленка шириной в 3 метра. Я все ее затаскивала, разворачивала, сначала намечала, пришивала на жеульку, потом на машинке вот так крутила весь этот 10-метровый рулон и вшивала. Потом, когда стала старше, я поняла, что этого делать не обязательно, но как она же изнашивается, но на 5-6 лет пленки хватает. Я начала делать облегченный вариант. Я вот обрезала, видите, вот скотч, обрезала полтора метра, вшивала в полтора метровые вот эти, это торцы именно, замочек, а потом вот этот приклеивала уже скотчем с двух сторон к основному, к 8-метровому полотну. Сейчас я расскажу вам, как я вшиваю, потому что вшить еще не так просто. Если вы сразу разрежете вот эту дырку и начнете вшивать на оба конца, то у вас ничего не получится, будет очень сложно. Беру замок, вот метровый, например, кладу, но у меня они разъемные с обоих сторон, но это не обязательно, внизу разъемы не нужны. Укладываю вот так вот, видите, здесь у меня сшито руками. Вот здесь скрепляю их, ну какой вы хотите, побольше, поменьше окошко. У меня вот такие остроугольные, прижиуливаю вот так, не разрезая дырку. Потом, перево... А, и потом прострачиваю. Это очень быстро, вот так строчка идет. Раз, сюда. Видите, тут повернулась без всякой остановки. Раз, сюда. Повернулась, завязала все. Потом, это еще не все, переворачиваю на ту сторону. И вы знаете, что пленочка, если ее прострочить на машинке, она может, вот как начнете застегивать, она может, вот в месте вот этого пробивания иголкой, она может оторваться. Поэтому, опять же, не разрезая, приклеиваю скотч, ну зачищу, конечно, всю эту пленку до чисто, приклеиваю скотч, прям сильно-сильно-сильно. И только потом я начинаю разрезать. Как разрезаю? Перед тем, как разрезать пленку, замочки расстегиваю, вот так вот открываю, и тут неразрезанная пленка. Все, беру ножнички и пошла. Режу-режу-режу-режу. И в результате у нас получается пленка пришита, скотчем проклеена для крепкости, чтобы на много лет хватило. Все здесь, ну короче, все ровно, все хорошо. И вот такое окно, ну это как вот эта вот оптимизация вот этого процесса, когда ты один, а хочется успеть везде, как мне говорят, вот как вы все успеваете. Конечно, для этого приходится прибегать к каким-то уловкам, вот под вид этого. Но тот, кто хочет заняться, например, или высадить свои томаты, очень рано, но не расковыривать их каждый раз. Вот эти вот такие окошечки с замочками, они позволяют вот это вот сооружение все, тоннельного типа, держать в закопанном виде и торцы, и с боков, присыпанной землей, и не вскрывая. В течение месяца достаточно вот эти замки открыть, закрыть. Вот когда я нынче залазила в торцы, поднимала пленку полностью, всю, а потом опускаешь, все равно там щели, и во время холода оно туда заходит. Вот этот замок, он герметический, он не продувается, потому что там, вы видели, скотч. Даже вот тут нет такого места, где бы было что-то. Самое главное, это нужно беречь замки. Когда у меня спрашивают, почему вы своих мужчин не привлекаете, я сейчас вам скажу, когда сына вечером один раз попросила, уже неохота закрывать, иди закрой тоннели. Они начинают быстро, вот так раз, раз. Вы знаете, что когда поторопишься, молнию дернешь, она может выскочить, может все. Нужно просто закрывать аккуратно, когда две руки, одной рукой подтягиваешь, другой вот так закрываешь. Но он у меня уже тут на солнце все заскал, поэтому я его выбросила. Все. Надеюсь, кому-то, почему так подробно говорю. Потому что самому иногда, ну как, или додуматься сложно, или иногда даже в голову не приходит, что можно, например, пленку полиэтиленовую пришить в замок молнию. Это очень, очень ускоряет процесс. И вообще, если вы будете аккуратно с ней обходиться, у меня вот по 5-6 лет такая пленка. Конечно, пришиваю к плотной. Не знаю, какая плотность, но это не самая тончайшая. Это плотная такая пленочка. Даже если пленка порвется, было много раз обрезаю вот эту часть, где замок, и приклеиваю к новой. Самое главное, чтобы та была новая, прозрачная, 8-метровая, а торцы пусть будут такие. Ну все. А мы себе, видите, работаю еще на лето с мужем. На это, как сказать, нашли. Это я придумала. Давай автомобильчик, да давай домик детский. Вот здесь у нас земля лежала, теперь землю изгоняем с улицы. Вот вся улица будет в детских городушках. Хотя он к нам приезжает всего лишь на 2 дня в неделю. Но хотим, чтобы у него была своя площадка. Потому что в общественную ходим, он сядет на автомобильчик и старается руль вырвать, всех выпихивает, ему надо за рулем сидеть. Ну теперь будет своя машина с машиной, ой, с песком. Все, до свидания. Кому интересно, попробуйте. Хотя бы один сделайте для личного использования, и вы почувствуете разницу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.